Сергей Грабский с нами на связи, военный эксперт. Сергей, здравствуйте, рады вам, как всегда, в эфире Freedom. Доброе утро, рад видеть. Давайте, наверное, начнем не с конкретно темы фронта, а вот с последней информации, которую озвучила моя коллега, о количестве людей, которые погибли, мирного населения, которое погибло в Донецкой и Луганской областей. Области, которые якобы, якобы, делаю на этом слове акцент, пришли защищать бравые российские военнослужащие. Такая информация почему-то, ну, довольно не очень активно муссируется в средствах массовой информации России, что именно после начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины количество жертв среди мирного населения повысилось именно в этом регионе, на Донбассе. Как вы считаете, почему, как это, в принципе, можно объяснить, что гражданам Российской Федерации не рассказывают о выросшем количестве смертей на Донбассе? Ну, вы знаете, нужно понимать, что российские средства массовой информации, они постоянно создают так называемую параллельную реальность и информационный пузырь, в котором они пытаются держать граждан. И в этой параллельной реальности как бы не совпадают те благородные цели, благородные, в кавычках, которые были озвучены, а именно освобождение народа Донбасса, страдающего от гнюта, в кавычках, украинской фунты, с тем количеством жертв, которые принесла широкомасштабная агрессия. И на это количество жертв в разы превосходит то, о чем говорят российские представители, потому что сюда они не включают еще жертвы, которые получились вследствие наступления российских войск и фактического уничтожения городов и сел. И получается некий диссонанс, то есть шли освобождать, а вместо того, чтобы освободить, они просто банально убили всех, кого они освобождали, или большинство тех, кого они освобождали, что как бы очень трудно объяснить в этой созданной параллельной реальности. И поэтому российские средства массовой информации старательно избегают этой темы, как темы неудобные, которые необходимо игнорировать, дабы у обывателей Российской Федерации не возникали вопросы по поводу того, а для чего мы вообще там, для чего гибнут, и почему гибнут наши родные и близкие, имеются в виду солдаты оккупационной армии. Спасибо, что вы об этом сказали. Тут, в принципе, напомню, да, нас смотрят, Freedom смотрит не только на территории Европейского Союза, но также на территории Российской Федерации. Через YouTube, как у людей получается. И для этих людей местная пропаганда, простите, вешает лапшу на уши и рассказывает чуть ли не каждые полгода, ну, условно, да, о новых целях так называемой специальной военной операции. Первая цель была защита народа Донбасса, хотя что такое народ Донбасса, я как человек, родившийся там, например, не понимаю. Может, это было придумано в Кремле, такие нарративы, и, в принципе, сам народ Донбасса так называемый. Если сейчас говорить, вот на момент 14 ноября 2023 года, скоро очередная годовщина полномасштабной агрессии России против Украины. Какая цель ныне, как вы ее видите, как она задается со стороны высшего военно-политического руководства Российской Федерации? Цель закрепиться, либо защищать этот мифический народ Донбасса? Ну, знаете, цель операции, в общем-то, не изменилась 17 апреля прошлого года, то есть, когда было заявлено, что задачей специальной военной операции уже не является, как бы, ликвидация киевского режима, освобождение народа Донбасса. То есть, выход на границы Луганской и Донецкой областей. И для решения этой цели противник делает все возможное и невозможное, бросая в бой малообученные контингенты войск на различных участках фронта и пытаясь продвинуться в глубину территории Украины. Но, опять же, все прекрасно понимают, что не это является целью так называемой военной специальной операции, а целью войны Украины является уничтожение самого понятия Украина, понятия украинской нации, украинского государства и превращение этой территории в один из федеральных округов Российской Федерации. Не более, не менее. Поэтому все разговоры о том, что мы дойдем до границ Донбасса и остановимся, они не имеют под собой никакой почвы. Противник будет продолжать пытаться наступать и препятствует ему в этом силы обороны Украины, которые пользуются всемирной поддержкой всего мирового сообщества и цивилизованного мира. Поэтому все вот эти цели, которые декларируются представителями Кремля, они являются не более чем информационным прикрытием далеко идущих планов, хотя и неосуществимых планов по захвату всей территории Украины. Ну а кто знает, возможно, и дальше в планах Кремля есть оккупация и балтийских стран, и пробивание так называемого Сувалского коридора, восстановление влияния в Восточной Европе и так далее и тому подобное. Давайте тогда, Сергей, предложение. Немножечко поговорим о том, что происходит. В частности, интересует все-таки многих, да, Левый берег, Херсонская область, да, и в частности, в общем, Левый берег и стоит в очередной раз, давайте вспомним, 11 ноября прошлый год, это деоккупация, освобождение Херсона, годовщина, да, вот на днях накануне была. Но поговорим о самом Левом береге, насколько сейчас российским оккупационным силам сложно контролировать и серую зону, потому что она меняется, да, и ее, скажем так, масштабы для российской армии, они меняются. Но вот все-таки вчерашнее это сообщение, у нас не было возможности вчера с вами на эту тему не говорили, не общались. Хотелось бы все-таки ваше мнение. Вот это, что было вчера, вот когда появилось это сообщение от Ресс-службы командования группировки Днепр, я, что там было, да, интересно достаточно сообщение, многие на него обратили внимание, да, и российские СМИ обратили внимание, тот же ТАСС, да, очень быстро эту информацию тиражировал, и, знаете, она очень быстро распространялась. О чем была информация, напомню нашим зрителям, она касалась принятия некого решения о перегруппировке войск на более выгодные позиции к востоку Днепра. Но некоторое время спустя поступило опровержение данного сообщения, которое Министерство обороны Российской Федерации назвало провокацией. Что, все-таки, какое у вас, Сергей, создается впечатление? Мы же знаем, что российские СМИ, ведущие, они не публикуют ничего без, ну, настоятельных, я всегда так говорю, без настоятельных рекомендаций, а, если говорить серьезно, без контроля, да, сверху. Что же это все-таки было? Здесь согласования с курирующими органами как-то не вовремя произошли? Либо же опубликованный вброс, или все-таки здесь это было сделано не случайно и имеет основания определенные с военной точки зрения? Вот ваше мнение. Ну, вы знаете, здесь вряд ли что-то имеет связанное с военным аспектом. По моему мнению, я вчера об этом уже, собственно, говорил, по моему мнению, есть здесь такая проверка на вшивость, если хотите. То есть кремлевскому руководству необходимо проверить и, как говорится, перестроить свой кремлевский информационно-пропагандистский пул. И таким образом они делают такой вброс и внимательно следят за реакцией, собственно, своих кремлевских СМИ для того, чтобы определить, кто, как реагирует, каково настроение именно кремлевских СМИ на сегодняшний день по отношению каких-либо негативных, в том числе, новостей. И, знаете, как говорят иногда в народе, это проверка на вшивость. Кто есть, кто в данном конкретном периоде, кто сохраняет верность, кто колеблется. Это типичная, в общем-то, политика и алгоритм действий любой кремлевской власти за последние 200 лет. Что касается военного аспекта, почему я настолько категоричен, потому что, общаясь с ребятами, которые сейчас ведут боевые действия именно там, они не заметили вообще никаких движений к той стороне, никакой подготовки к перемещению. Ну и нужно понимать, что россияне будут вгрызаться зубами в ту землю, дабы не допустить прорыва украинских сил обороны. На этом направлении понимая, насколько критичным является этот участок фронта для будущего вообще войны, если я не побоюсь этого слова. Почему? Потому что достаточно замерить расстояние от Олешек, то Яни-Капу, то Армянска, как его иногда еще называют по-старому, и увидеть, что это 85 километров. Любой отход противника ставит под прямую угрозу его коммуникации, которые соединяет Крым с группировкой войск, которые ведут боевые действия в Северной Таврии. И нужно понимать, что ослабление этого пути приведет к тому, что противник не сможет удерживать эти позиции. А для нас критически важной задачей является разрыв так называемого сухопутного коридора между оккупированным Крымом и территорией этого субъекта, который сейчас называется Российской Федерацией. И не важно, где это будет осуществлено. Будет ли это осуществлено в Херсонской области, будет ли успешным прорыв наших сил в Запорожской области или в Донецкой области, не имеет значения. Главное перерезать этот коридор. И здесь вот эта линия, она как бы, вот этот участок суши, он наиболее уязвим. Поэтому противник, по моему мнению, будет делать все возможное для того, чтобы удержать свои позиции на этом направлении. И я благодарна, что вы как раз вот об этом сказали, потому что оно все-таки признаков отвода войск, командование, да, как мы уже сказали, российских оккупационных войск, оно не просто не демонстрирует, этого не происходит. Поэтому благодарю, что и поделились этим моментом. Но все же, да, и вот то, что я говорила, контролировать расширение с аэрозоной достаточно сложно сейчас с россиянам. Но есть кабы в очень огромном количестве, даже гипертрофированном определенном. Насколько они сейчас все-таки, либо же тут стоит в общем, да, и в целом смотреть. Логистику украинские вооруженные силы, силы обороны нарушили очень серьезно. Вот вы, Олежки, вспомнили, да, тоже это очень важный населенный пункт. Есть кабы, есть еще определенные виды вооружения в достаточном количестве. Насколько это сейчас может помочь, говорю, как есть, помогать российским оккупационным войскам? Ну, знаете, относительно кабов, я иногда делаю такое, уабов, управляемых авиабомб для наших слушателей, которые говорят по-русски. Это, знаете, можно сравнить с тем выражением, которое говорят из пушки по воровьям. Что касается, собственно, воинских подразделений, касается противодействия военной силе. Почему? Потому что мы действуем в формате маневренных групп, небольшими подразделениями, а управляемая авиабомба, это достаточно мощное оружие, которое рассчитано на противодействие и воздействие на большие скопления войск. То есть эффективность таких бомб против военных, ну, относительно невысоко. Но здесь нужно понимать, что у противника всегда есть и вторая важнейшая задача, это террор против мирного населения. И, собственно, вот эти обстрелы Береславского района, обстрелы Херсона, удары по другим прибрежным, я имею в виду прибрежным, на реке Днепр, населенным пунктам, это в том числе и террор против мирного населения, и попытка нарушить логистику украинских сил обороны. Это свидетельствует о том, что противник как бы не имеет возможности перебросить туда достаточное количество артиллерии и использует так называемые альтернативные средства поражения, пользуясь своим превосходством в воздухе, временным превосходством в воздухе. Поэтому, да, и этот вид вооружения, и минометы противник использовал и будет использовать в своей борьбе, пытаясь удержать продвижение украинских войск на левом берегу Днепра. А расширение серой зоны это дополнительный фактор, который говорит о том, что противнику очень сложно контролировать ситуацию там, потому что серая зона, она достаточно широка. То есть это не традиционный плацдарм, который захватили войска на берегу реки и пытаются его расширить. А это именно достаточно широкий участок местности, и контролировать его действительно сложно, и необходима большая концентрация войск, которую себе противник, несмотря на попытки наращивания и объективное наращивание своей ударной группировки, позволить не может. Сергей, в конце у поддержки со стороны Европейского Союза Украины накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона Едыни Новыны подтвердил информацию агентства Bloomberg о том, что Европейский Союз может не успеть до конца года передать Украине около миллиона артиллерийских снарядов. Информация, которая ныне озвучивается, это около 300 тысяч, если мне память не изменяет. Ныне по сообщению военных и ваших коллег, и вас в том числе, определенный паритет сохраняется в выстрелах как украинской армии, так и российско-оккупационных войск. Это около 8 тысяч, кто-то говорит даже до 10-11. Примерно такое. Можем ли мы говорить, что в случае, если план Европейского Союза до марта, как это обещалось ранее, не будет выполнен, а паритет будет изменен, я бы даже сказал сломан, в сторону Российской Федерации, учитывая поддержку, которую российско-оккупационному режиму, скажем так, предоставляет Северная Корея? Ну, вы знаете относительно. Относительно о чем мы говорим? Мы говорим не только о количественных показателях, которые легко в чем-то рассчитать, но здесь необходимо учитывать еще и качественные показатели. Украинская артиллерия, она более точна, более дальнобойна и более эффективна, особенно после начала применения кассетных снарядов, предоставленных Соединенными Штатами, что является очень серьезным фактором баланса сил и средств. Поэтому говорить о том, что паритет изменится, я бы не стал. Опять же, нужно понимать, что на вооружение Российской Федерации, на обеспечение Российской Федерации поступают, ну, мягко говоря, снаряды не очень высокого качества, и, скажем так, давайте не забывать, что если в украинском случае эффективность снарядов сохраняется на уровне 70-80%, то есть из десятка снарядов 7-8 взрываются, что является достаточно высоким показателем в этой войне, то с российской стороны эффективность таких использования артиллерии составляет где-то 60%, то есть из десятка снарядов 4 снаряда не взрываются, что тоже является таким фактором балансирования. Поэтому считать исключительно по количеству выстрелов было бы, наверное, неправильно. Плюс Украина имеет возможность расширять спектр использования боеприпасов, и эти боеприпасы используются наиболее эффективным способом. И, как я говорил, более точным, исходя из того, что артиллеристы Украины имеют более высокую профессиональную подготовку. И мы ведем очень активную контрбатарейную боеприпасу, уничтожая, в общем-то, артиллерийские системы противника, что тоже снижает эффективность действия артиллерии. Поэтому я бы сказал, что да, это будет печально, и, конечно же, нам снаряды эти нужны. Но, в общем-то, Украина сможет удержать баланс сил и средств именно в приведении контрбатарейной артиллерийской борьбы. Сергей, огромная вам благодарность. Всегда вам рады в эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Нашим же зрителям, напомню, Сергей Грабский, военный эксперт, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok